Ну что ж, готовим мясо по-бритонски. Пускай будет так вкусненько звучать. Отваренное говежье мясо поливается соком лаймы. Немножечко сока. Затем это все выкладывается в кастрюльку своевременно подготовленную. Вот идет процесс выкладывания. Так, 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 отлично. Обратите внимание, кастрюльки чистые, ничего лишнего мы туда пока не кладем. И теперь все это будет засыпаться заранее подготовленными овощами, которые были пропитаны соком лимона. Сюда же была почищена цедра. Перемешиваем тщательно все это. И начинаем закладывать слоями на подготовленное нами заранее мясо. Наверное, это будет вкусно. Грибочки, немножечко репки, припущенные слегка припущенные репки. Теперь все это тщательно перемешивается, 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 перемешивается. Кусочки мяса начинают запитывать сок овощей. И все это потихонечку заливаем горячим бульоном. Все, теперь все готово к тому, чтобы превратить все это в вкуснейшее питательное блюдо, которое мы называем мясо-паприкос. Спасибо, что на той коробке, что предоставила нам это прекрасное мясо и тем, кто вырастил для нас эти овощи. Ставим на огонь и ждем, когда все будет. Но ужас, мы чуть не совершили непростительную ошибку. Мы забыли про зелень. Вот свежая зелень, вымытая свежая зелень, нарезается небольшими ломтиками. И вместе с приправой, под названием прованские травы, правда тут небольшое несоответствие, прованс вообще французское название, а мы готовим как бы английские, английское мясо. Но нам просят эту неточность, в конце концов пора уже примирить Англию с Францией, уж как минимум в кулинарном искусстве. Режем, 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 меленько, меленько, меленько. И аккуратненько несем, и кладем это в кастрюльку, где уже томится и ждет своего часа прекрасное блюдо. Ах, че-то возьми, как-то долгое время. Но оно, тем не менее, быстро пройдет и все у нас будет получаться в лучшем виде. Ждем изготовленного продукта. Уже порог поднимается. Надо срочно поставить водку в холодильник. Рюмочка замороженной водки под такую закуску. Что может быть лучше в прекрасной солнечной весенне. Ну что ж, немножечко вернемся на кухню. Наше мясо перебралось из металлической кастрюли в стеклянный сосуд. И мы сейчас добавим тоже желтково-сметанной смеси. И поместим это прекрасное блюдо в освече печки. Так как у нас нет, в отличие от французских провинций, в нашем пользовании нет печки. Печки, печки, да. Кстати, я немножечко ошибся. Это не британское мясо, а бритонское. Так что никакого конфликта между славными британцами и прекрасными французами не существует. Мясо традиционно готовится так, как в этой провинции. Крупными кусками, с крупными кусками овощей. И окончательный процесс подготовки. Теперь мы перемещаемся в освече печку. И здесь оно будет доходить до кондиции. Ждем, ждем исполнения наших желаний. Ну вот мы достали из печки наш приготовленный продукт. И сейчас будем его пробовать. Ой, как жаль, что видео не передает запах. Потрясающе. Потрясающе. Аккуратненько слоями выкладываем на тарелку. Мясо и овощи образовали единое целое и безумно вкусное. Напряжение нарастает. Приближается волшебный момент опробирования того, что у нас получилось. Ну что ж, мы сделали это и советуем сделать это же вам. Мясо по-бретонски. Приятного аппетита.